Более 60 погибших, десятки пострадавших, множество пропавших без вести. Пожар в Кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя Вишня» стал настоящим шоком для всех россиян. Эту трагедию уже негласно признали одной из самых крупных в стране за последние 100 лет. Известно, что в критический момент в здании не сработала пожарная сигнализация, а многие посетители, в основном это дети, оказались или заблокированы в залах кинотеатра, или не смогли самостоятельно покинуть торговый центр из-за закрытых аварийных выходов. В Черкесске, по поручению главы республики Рашида Тимрезова, причины этой трагедии уже обсуждают на экстренном заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Главная задача – вынести из случившегося правильные уроки, еще раз проверив, как обеспечивается пожарная безопасность в торговых центрах, детских садах, школах и медицинских учреждениях нашего региона. Я думаю, что будет совершенно правильно, если мы с вами еще раз пройдемся по всем основным моментам, вспомним, кто у нас ответственные лица и как у нас должны выглядеть наши объекты. Это и торговые центры, но я бы сегодня обратил внимание, в принципе, на все объекты с массовым пребыванием людей, начиная от наших школ, детских садов, медицинских учреждений и так далее. Что касается торговых центров, то сегодня в нашей республике насчитывается порядка 30 подобных объектов, площадью 500 квадратных метров и более. По словам сотрудников МЧС, в каждом из них регулярно проверяют и систему пожарной безопасности, и состояние маршрутов эвакуации людей на случай возникновения ЧП. В данный момент сейчас надзорными органами в 2018 году проведено 11 проверок. Из них вынесено 11 административных протоколов. В основном это за то, что первичные средства вовремя не перезаряжались, отсутствовали знаки пожарной безопасности, направление пути эвакуации, планы эвакуации. В основном такие нарушения не связаны с гибелью здоровья граждан. А по поводу автоматической системы пожаротушения, по эвакуационным выходам, нормально у нас. В ближайшее время в республике начнутся противопожарные проверки. Всем главам муниципальных районов даны поручения проверить соблюдение правил пожарной безопасности в местах массового пребывания людей. А собственникам торговых центров рекомендовано реализовать весь необходимый комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности. Торговому центру «Россия», который расположен в самом центре Черкеска и является едва ли не самым крупным в регионе, скрывать от проверяющих нечего. На сегодня это здание соответствует всем требованиям противопожарной безопасности. Автоматическая система пожаротушения работает в штатном режиме. Это сплинкернет пожаротушения. Это датчики, которые моментально реагируют на повышение температуры до 68 градусов. То есть в момент срабатывания датчика начинается распыление воды в местах разгорания. Что касается кинозалов, то они оборудованы автоматической системой пожарной безопасности, имеют специальные датчики и краны для тушения огня. Существуют пожарные краны, да, обязательно. Существуют пожарные кнопки у нас. Также существуют пожарные кнопки на каждом ряду и по периметру кинотеатра. В случае возникновения ЧП сработает система оповещения, автоматически передающая данные на пульт пожарной охраны. Почему, похоже, система дала сбой в торговом центре «Зимняя вишня» будет выяснять следствие. А пока вся страна, в том числе и жители Карачаева-Черкесии, скорбят вместе с родными и близкими жертв кемеровской трагедии. Соболезниваю нашу трагедию, что так случилось. Дети погибли. Ну, родителям что можно пожелать, чтобы держались, самое главное. Большая беда, большое горе. Мы им соболезнуем, сочувствуем. Что можно сказать? Вы видели в новостях, очень расстроились. Жалко, конечно. Было бы лучше, если издавание случилось, конечно. Жалко. И детей, что произошло. Волосы дыбом поднимаются. Я сидела с утра до сих пор, и чтобы успокоиться, я хожу по городу. Очень тяжело. Алексей Котун, Дарья Назарова, Заурлиев, Архиз, 24.